Соревнования проходили на протяжении двух дней. Участвовали спортсмены разных возрастов. В первый день юные каратисты, во второй постарше. На татами выходили представители 45 клубных объединений из Москвы, Санкт-Петербурга, всех муниципалитетов Московской области, а также еще из шести регионов. Из Владимирской, Ивановской, Калужской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Общее число участников свыше 700. На территории Московской области это единственный городской турнир, который проходит в два дня. То есть это большое количество участников, это большое представительство по географии. Плюс к этому турнир имеет уже свою историю. Он проводится 13-й раз и с первого турнира он стал уже, с первого проведенного нами турнира, он стал достаточно популярным среди тренеров. Поэтому мы эту планку не теряем, не роняем, стараемся каждый год делать наше соревнование лучше и качественнее. В ходе состязаний спортсмены продемонстрировали свои навыки владения боевым искусством. Ну, первое, они получают опыт как спортсмены. Второе, все-таки каратэ это развивает уверенность в себе, силу воли, умение работать и умение в эстремальной ситуации вести себя спокойно и решать вопросы, которые возникают во время проблем. Все тоже как в жизни, только это на татаме происходит. Щелковскому юному каратисту Степану Фомичому уже приходилось побеждать в различных первенствах городского округа по карате. На этом турнире мне понравилось мое выступление в последнем круге, потому что этот кат я недавно выучил, он для меня новый, и мне очень понравилось, как я откатал именно последний круг финал. Щелковские каратисты выступили очень успешно. По результатам состязаний в их копилке 9 медалей. Поздравляем! Андрей Циханович, Сергей Максимов, Александр Роджевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...